всем привет рассмотрим сегодня очередное правило или совет по эффективному си плюс плюс ну как бы здесь большинство советов могут касаться не только си плюс плюс короче очередной совет от скотта мэйерса из какой-то там книги их у него несколько я у их уже называть не буду где-то там в книгах и сегодняшнее правило или свет называется так снижайте затраты на ожидаемые вычисления вот так вот до этого у нас было был такой совет в котором советовалась откладывать все вычисления на потом но здесь же наоборот надо вычислять все заранее эти правила не противоречат друг другу ведь мы же инженеры соответственно мы должны уметь думать и уметь применять нужные технологии нужные алгоритмы нужные там советы там где-то нужно да вот так вот все легко и просто короче о чем идет речь ну философия этого правила может быть названа сверх энергичным вычислениям то есть выполнение заданий до того как их поручили выполнить и давайте первый такой простенький пример разберем вот у нас есть ну какой-то класс который хранит числовые набор числовых данных и соответственно по мере работы нам нужно получать максимальное значение среднее и минимальное так вот используя энергичное вычисление мы исследовали бы все данные в наборе при вызове минимум максимум или среднем то есть исследовали бы тогда когда вызывалась бы эта функция при отложенном вычислении мы заставили бы функции возвращать структуры данных с помощью которых можно было бы определять соответствующие значения когда она будет использоваться но если же мы выбираем вот предварительное вычисление то есть вот это сверх энергичное вычисление то наша программа должна следить за текущим минимальным максимальным и средним значениями чтобы при вызове этих функций при вызове этих функций вернуть непосредственно значение без вычислений то есть сразу очень быстро раз и вернули идея лежащая в основе сверх энергичного вычисления такого если вы ожидаете что вычисление будет выполняться часто вы можете снизить средние затраты на вызов функции создавая свои структуры данных таким образом чтобы обрабатывать запросы особенно эффективно но в данном случае это первый до такой при тут два примера первый пример вот такой при добавлении данных каких-то мы сразу же вычисляем минимальное максимальное значение и непосредственно среднее значение дальше при вызовах этих функций у нас происходит непосредственный возврат никаких вычислений не происходит так вот так вот это первый пример давайте теперь второй пример рассмотрим но я здесь отлаживаться не буду здесь такие примерчики ну я думаю заморачиваться смотреть смысла нет так вот мы как же добиться ну и где используется где лучше использовать вот это вот правило или как этого добиться но один из самых простых способов добиться того чтобы не вычислять точнее вычислить значение тогда когда нужно это к примеру ну и с последующими не вызовами до возвращать это это же значение то один из способов это кешировать эти вычисленные значения которые ну мы можем предполагать могут понадобиться снова вот смотрите второй пример в этом примере ну к примеру есть такая функция которая ищет номер комнаты по служащему то есть есть какое-то там большое путь здание может это куда отель высотой в 500 этажей там и шириной там не знаю в километр ну короче очень много комнат персонала и все такое к примеру вот такая функция которая по имени служащего ну и работника ищет номер комнаты за которую ну которая за ним закреплена так вот и к примеру все эти данные конечно же хранятся в базе данных что мы здесь делаем мы во первых смотри статическую переменную я завожу это у нас дерево ну map до стд map дерево ключом является строка а а значением непосредственно номер комнаты конечно же кто то скажет но ведь строку в качестве ключа использовать неэффективно да неэффективно эффективнее по этой строке считать контрольную сумму и хранить вот здесь не строку а число но для простоты примера это все убрано поэтому 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 пусть будет строка сейчас разговор немного о другом так вот чем и дело завели вот такую статическую переменную локал кэш что происходит дальше идет запрос какое-то имя сотрудника мы ищем в локальном кэше если там уже информация о этом сотруднике ну непосредственно номер комнат если нету то вот здесь мы типа обращаемся к базе данных читаем данные и и заносим кэш при следующем запросе по тому же сотруднику у нас сразу же ну как произойдет поиск и сразу же будет найден будет возвращена будет возвращен номер комнаты то есть соответственно как бы здесь предполагается это запрос к базе данных она может находиться где-то на сервере она может находиться на диске локально но тем не менее это какие-то запросы это какие-то там в рапперы какие-то библиотеки и в любом случае это может занимать какое-то время то есть если у нас стоит задача оптимизировать нашу программу чтобы она работала очень быстро ну тут конечно же не обойдется без дополнительной памяти вот как раз дополнительная память это локальный кэш тем более не все поля ну колонки в базах данных могут быть оптимизирован вот соответственно ну короче я думаю вы идею поняли да происходит первый запрос смотрим в кэше если нет читаем с базы данных если есть возвращаем нужное значение соответственно в этом случае мы ускоряем то есть мы вычисляем значение раз а дальше все уже вычисленные значения мы храним в кэше то есть кэширование это один из способов снизить затраты на предполагаемые вычисления то есть упреждающая выборка из памяти другой вы можете считать упреждающую выборку вычислительным эквивалентом оптовой скидки контроллеры диска например считывают блоки или сектора данных целиком даже если программа запрашивает лишь небольшой объем данных это обусловлено тем что машине быстрее считать большой блок информации сразу чем считывать два или три маленьких блока в разное время кроме того опыт показывает что если потребовались одни данные соседние данные тоже понадобятся это печально известное явление называется локальной взаимосвязанностью данных и проектировщики систем ориентируются на него создавая кэш диска памяти команд и данных и упреждающие выборки команд вот ну где еще где еще и как еще используется вот такой вот способ ну если вы работали к примеру к примеру давайте у меня этого примера нету ну напишем со строкой std string у std string мы знаем std string это просто массив чарл так так и соответственно это массив а какие минусы у массивов есть кто вспомнит так std си out сейчас я выведу сейчас их короче паузу нажму вот это обычный массив ну как необычный так как эта строка соответственно для строки у нас перегружены операторы на плюс равно там равно и все такое так вот но это тем не менее массив соответственно при наращивании массива ну классический результат классический массив у нас какой ну не классический просто массив вот так вот набор данных так так должна была быть запятая вот соответственно самая тупая реализация в лоб массива обеспечена выделяем память под один элемент 2 добавили элемент дальше нам нужно добавить второй элемент мы выделяем память для двух элементов дальше копируем первый массив так вот так Duck 2 меня Now lamb pac И добавляем второй элемент. И так дальше. Когда нужно добавить третий элемент, выделяем память для трех элементов. У меня в лекции по языку C, по массивам это есть. Так вот, это самая простая реализация влог. Но это неэффективно, потому что с каждым новым добавлением у нас каждый раз вызывается оператор new, копирование и т.д. И т.п. То есть это с каждым новым добавлением операций все больше, больше и больше. И в классике это реализовано как? У нас, к примеру, может быть... Ну то есть реализации разные. Какая реализация здесь, мы сейчас посмотрим. Ну когда я последний раз об этом говорил и проверял на компиляторе Microsoft.com, то есть под Windows, используя Visual Studio, не помню, 2015, то там по умолчанию, по-моему, для строки, для той реализации, изначально резервировалось место под 32 символа. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Но идея в чем? Сразу зарезервировать какое-то место под элементы. Пусть это будет вот два. Сразу зарезервировать. Соответственно, мы можем раз добавить элемент, два добавить элемент без дополнительного, без нового выделения памяти и копирования. Дальше, когда нам надо добавить третий элемент, то мы увеличиваем вот этот зарезервированный объем в два раза. То есть у нас было два элемента добавлено, зарезервировано по два элемента. Выделяем память под четыре. Соответственно, первое, ну старый массив копируем сюда, где-то один, два, добавляем третий элемент и еще один, место под один элемент остается в запасе. Добавляем четвертый, потом нам надо пятый элемент добавить. Соответственно, мы выделяем память для уже восьми элементов, вот для восьми элементов и так далее и тому подобное. То есть вот так вот работает реализация строки. Строка это у нас, мы знаем, массив. Соответственно, у векторов и у строк есть возможность зарезервировать и т.д. и т.п. Короче, вот таким образом мы как бы выделяем на упреждение. То есть мы каждый раз в два раза больше увеличиваем объем. И, соответственно, рано или поздно строка, к примеру, перестает расти, увеличиваться до этих размеров и используется она очень эффективно. Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела здесь, в этой реализации. Так, и что никак не обстоят? А, потому что надо выбрать вот это правило. То есть это еще один пример вот такого вот вычисления, можно сказать. Так, что такое? Опять не то, да? Давайте. Итак, как мы видим здесь, изначально зарезервирована память для 15 символов. Ну, все зависит от реализации. То есть в Visual Studio, если у вас Visual Studio, можете попробовать этот код и посмотреть, как у вас. Мне кажется, там будет 32 или 31 значения. Дальше присвоили значения. Смотрим. Капасити, емкость. 15 для 15 символов. Дальше, опять-таки, для 15 символов. То есть вот только на этом этапе у нас был вызов оператора Нью, а дальше вот эти все операции, можно сказать, грубо говоря, бесплатно. Оператор Нью не вызывается. Вот на этом этапе мы превысим емкость 15 символов. И что мы видим? Емкость увеличилась в два раза и стала равна 30. Сейчас мы опять превысим вот эти 30 и посмотрим, что будет. И уже 80, то есть не в два раза. То есть все зависит от реализации. Но, тем не менее, вот здесь при добавлении новых символов мы резервируем еще наперед какое-то пространство и тем самым достигая некой эффективности. Вот. Ну, еще в лекциях по языку C, по массивам, я еще приводил такой пример, когда, к примеру, вычислялись значения синусов и косинусов. То есть когда-то, давным-давно, когда еще не было таких видеокарт, даже еще в те времена, когда особой видеокарт не было, были ускорители, 3D-ускорители. Потом только начали появляться отдельные, ну, видеокарты, в которые были интегрированы видеоускорители. А раньше это были раздельные вещи. Так вот, так вот, так вот. Тогда игры, к примеру, или еще что-нибудь, что требовало каких-то вычислений, вычисляло все заранее. Ну, к примеру, у меня там был пример такой, вычислялись косинусы и синусы. То есть в большинстве случаев для простых задач не нужно вычисление, там, синусов или косинусов дробных углов. Ну, я имею в виду, там, к примеру, 45 градусов, 46, 47, 48. Вот, в большинстве случаев вот так вот. Но, конечно же, можно вычислять 45, ну, косинус угла 45, потом косинус угла 45.1, косинус 45.2 и так далее и тому подобное. Но в самом простом случае это от 1 до 90, от 1 до 180 и зависит от задачи. Так вот, можно на этапе запуска программы, то есть перед запуском основного цикла, заполнить массивы, к примеру, создать массив косинус. Пусть будет это от 0 до 360, вот так вот. И циклом пробежаться и выполнить 360 итераций и вычислить для этого значение косинусы. Соответственно, соответственно, когда нам нужно будет узнать косинус угла 45, мы просто вызываем, берем массив, доступаемся по индексу 45, берем значение массива с индексом 45 и получаем уже вычисленный косинус или синус. Вот. Это тоже такой пример предварительных вычислений, которые мы предполагаем будут, нужны будут часто, но наша программа должна работать эффективно. Соответственно, мы какую-то память для себя забираем, то есть чтобы повысить эффективность и уже работаем с вычисленными значениями. Вот. Так вот, раньше, когда еще в видеокартах, сейчас в видеокартах на самом деле уже очень много всего есть, очень много всего вычислено, посчитано и по факту, когда мы доступаемся каким-то, ну с помощью какого-то SDK к видеокарте, то мы можем много всего уже получить уже предвычисленных значений или вычисленных, то есть уже много чего не надо вычислять. Но, тем не менее, пока этого не было, как минимум, вот такие вот вещи при стартах каких-то графических приложений уже такие вычисления производились. Вот. Ну, думаю, суть правила вам ясна и думаю, можно заканчивать. Поэтому на сегодня все. Снижайте затраты на ожидаемые вычисления и применяйте правила там, где они нужны. Думайте и применяйте. Ну, теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.